Приближаются выборы в Беларуси. Какие ваши прогнозы? Прогнозировать, конечно, легко. Многие считают, что судьба выборов, в принципе, не решена. Какова ваша оценка ситуации и что вы ожидаете? Знаете, во-первых, в Беларуси выборов не было с 1996 года, то есть ни одни выборы не признаны Европой. Поэтому то, что приближается, если приближается то, что было раньше, то это не выборы. Это игра спецслужб, которая снова назначит того, кого надо. Вторая позиция, если это преступная шайка во главе с нашей Нербошиной проводит выборы, то непонятно, как они могут быть проведены, поскольку она председатель комиссии, центральной комиссии по выборам. Она, во всяком случае, подозревается в самых гадких преступлениях, потому что из-за нее, в некой мере, исчез гончар, который он уже был убрать и ее поставить на это место, притом незаконно, не решением парламента, а решением президента. Так вот, выборы фактически не приближаются сейчас, если все идет по тому. Если же, в общем-то, удастся достичь каких-то изменений, например, удастся достичь посчета голосов, то тогда можно надеяться, что у нас произойдет изменение власти. Надежда такая есть, потому что российская власть позволила своим корреспондентам поступать, как они хотят. И они, в общем-то, показали, что такое Лукашенко. Лучше показать не надо. А как вы к этому относитесь? То, что Россия сейчас у нее определенную позицию? Я говорил с очень видными. Сильно корреспондент, например, со Саванидзе и прочим. В прошлый раз ничего не изменилось, только нам не запрещают сейчас показывать в том свете, в каком мы хотим вашего предводить. Вот что изменилось. Что касается отношений власти, она не изменилась. Поэтому я очень побаиваюсь, что выборов у нас не будет. Ну, Россия проведет воспитательную работу с Лукашенко, и он будет служить ей снова как верный пес.